В первый день недели, чтобы каждый отлагал у себя, сколько сбережут. Речь все время у Павла идет о небесном, о царстве, и вдруг сразу опускает вниз мысли позаботиться о своих кошельках. Притом распорядитесь правильно. Не просто средства получил, мои деньги, куда хочу истрачу, и мне никто не указ. Нет. Сберегать. Нужно деньги беречь. Прямо видно. Изберегать не на изберкассе, а у себя дома. Это часть особая, которую никуда не надо выносить. Она должна лежать под рукой, руку протянул и взял. Иные забожнички на божничке хранят, где как. Сколько? А вот об этом будет речь идти. А потом, притом каждую неделю, отлагать воскресный день. Это выходит 4 раза в месяц. Для себя хотя бы взять и сказать, я делаю или нет это. А если не делаю, почему не делаю? Может зарплату даю только один раз в месяц или два раза, поэтому я не могу. Обстановка изменяется. Эти люди имели свой доход. На базаре, на стройке тогда не было. Может быть так, как сейчас платят один раз в месяц. Вот посмотрим, имел ли апостол Павел право так говорить. В этом же послании, 7 глава, 40 стих, он говорит, думаю, что я имею Духа Святого. Он рассуждал о вопросе семейном, а это как раз к семейной установке относится. Не сам по себе это он придумал. По священному писанию мы сейчас посмотрим, как это выглядит. К левитам, 27 глава, 30 стих. Что называется левитам? Левий, один из сыновей Якова, получил в удел священства. И когда делили землю, 12 колен, разделили только на 11 областей. 12 ты ничего не получил. А как? А где же я пахать буду? Паши Библию. Распахи из сердца людей. Докажите, что будет. У тебя 11 частей будет. Вот все 11 тебе принесут. У тебя будет 11. Но из 11 частей теперь ты уже сам десятину заплатишь. И будет как раз. С маленькой копейкой перевеской. Так что по-другому никак нельзя. Тогда ставят вопрос. А в Новом Завете? Ведь этого не было сказано. Десятина. А почему в Новом Завете должна быть? Посмотрим. Для несведущих укажем местописание. И Павел говорит так. Всякая десятина. Это Моисей говорит. Всякая десятина из всех плодов земных и от всех дерев да будет посвящена Господу. Это святыня Господня. А святыня Господня, если ты берешь, то это уже святотатис. Так я же еще и только получил. Тебе изначально не принадлежит десятая часть. Вот на этом остановись. Я знаю, как люди начинали платить, а потом больше стали получать, подсчитали. Да это уже много получается. Если бы я в церкви покупал свечи меньше, я говорю, ты стратил бы. Да тебе не принадлежит это. И тебя убеждать не надо. Почему? Это святыня Господня. А если ты съел? Ну, съел святыню Господню. Купил что-то жене, купил и святыня Господня. Из посвященного Богу. Святотатис. И статья-то другая. Заканчивается смертным приговором. Когда вор должен заплатить четверо-пятеро, а за святотатис заплатить жизнь. Большая разница. Книга чисел 18.21. И ценам левее я дал в удел десятину. А за что? За службу их. За то, что они отправляют службу мне. Все понятно. И сегодня так и называется служба. Сегодня службу справляют или нет? Или ты хочешь, чтобы ее не было? Ты не думай, что мы говорим о десяти, и нигде нет ее. Мы ходили к адвентистам, они сразу объявили о десяти. Еще никого нету, а уже объявили. Почему? Это установление Господня. И разве они правильно делают? Они же сектанты. Если они делают правильно, то нужно сказать, правильно делают сектанты. Они сектантами не перестанут быть. Далее в числах 18.26. Десятину от десятины ты должен заплатить. Священство говорит. В Тарзаконе 12.17. Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба. Еще непонятно. То есть ты на это и покупать ничего не можешь. Как только пришел домой, получка, наторговал, сразу раз отделим. Не просто, а сколько картошки накопал. Сколько ягод собрал. Ходил по болоту, клюкву собрал, сразу десятую часть отделяй. У нас дети в лагере, ничего не знают, приезжают. Но вот мы набираем малину. Набрали первый раз меньше полведерка. Сколько детей кружек будет, все посмотрели. Кружки три. Десятая часть, сколько будет? Третья часть. Давайте пол кружки отдадим, к батюшке зайдем. А ему и не надо. Батюшка, возьми, уговорили его. Благослови нас. И теперь каждый раз, когда наберем, я сейчас засуещусь, думаю, а десятину дети сразу кричат. Один раз только сказал. Теперь заворачиваем мы другой дорогой к батюшке. Батюшка говорит, да я не хочу. Мы тогда пошли. А куда? Да десятину отдайте кому-то. Работают люди на таку. Пошли, всех накормили. Там половину скормили. Почему? Благословение Господнем. Ты посмотрел на радость ребятишек, как они довольны. Нас Бог благословит, нам завтра больше даст. И правда пошли в другое место, нам раз в десять больше Господь дал. Все даже поделились. А у ребенка-то все на сердце положено будет. Приучите своих детей так же. Пришел домой или что-то достал, так, десятина кому принадлежит? Господу. Чтобы ты не посмел даже пальцы протянуть к этому. А златоуст говорит, если деньги свои хочешь хранить, а кола этих Господних хранит. Потому что они Господние, над ними ангел, он их охраняет. Я ему уже доверил. А к моим рядышком он сохранит все равно. И мы все годы хранили рядом. И ни разу у нас воровства не было. Мы не разу это услышали. Господи, это твои деньги, твоя забота. А мои рядом, досмотри за ними. И не домашний, и никто не посягнул. Ни разу. Когда вернулся из плена вавилонского народа израильский, Нееме 13-12, то забыли про десятину. И народ весь разбежался. Священники, левиты пошли на огороды, пахать. И службу вести некому. И тогда Нееме крепко выговорил людям. Вы что делаете? Вся эта суета у языческих народов есть. Нам надо думать, как до Бога дойти. А без священника, златоуст говорит, без этих священных рук спасение нам не обещано. И вот, он говорит, и стали приносить десятины. И вот, груды, груды, это означает переполнилось все. Народ как вздрогнул и стал приносить. Книга пророка Амоса 4.4. Когда люди думали, что мы одной десятиной спасемся, И Бог нас услышит, а сами живем беззаконно, То пророк упрекает их, говорит, Идите в Ипили, грешите. Идите в Галгалу, умножайте. Что? Преступления ваши. Приносите десятины ваши, Хотя бы через каждые три дня. Не раз в месяц. И жертвы ваши каждое утро. Пользы никакой не будет. Ты можешь не десятину отдать, а все десять отдать. Если живешь во грехах, ты сам понимаешь. Десятина это только то, чтобы нам сохранить священство. Книга пророка Малахии 3.8. Последняя книга в Ветхом Завете. Показывает, что народ перестал платить десятину. Сколько они платили, неизвестно, Но от пророка Муса до Малахии минимум 250 лет. Может быть, и служить уже некому было. И тогда пророк восклицает. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня, говорит Господь Бог. Вы спросите, как мы можем обкрадывать Бога? Точка. Десятиной и приношением. Проклятием вы все прокляты, вы обкрадываете меня. Что проклятием? Да проклятым. Трудно найти в Библии такое усиленное наказание. И все только за десятину. Какие были последствия этого, не знаем. Дальше ничего не говорится. А Господь говорит, меня, Бога, вы можете испытать. Проверить, слышу вас или нет. Когда вы будете мне давать, не открою ли ожитницы небо? Не посыплется ли вам все до избытка? Проверьте меня. Проверьте. Вот теперь переходим к Новому Завету. В Новом Завете говорится неоднократно об этом. О десятине. Притом принесите в Думу все десятины, говорит Господь. Стихом 10 в Малахе. Матфея 23, 22. Вот вы даете десятину, а оставили в важнейшем законе. Господь не за десятину их упрекает, а за то, что они думали, десятины от Бога откупиться. Я рассказывал, как пришлось мне в Синоде в Нью-Йорке быть. И пришел как раз самый богатый человек, который у них есть в Синоде. Он разговаривает свободно так, а я вижу, он бритый и говорит. Видно, что недуховный разговор. Я говорю, а как же вы так не позаботитесь о душевном? Так я десятину плачу, вы знаете сколько? Я говорю, вы что же, неужели так думаете через нее войти? Богу это не угодно, если мы надеемся на одну десятину. И меня епископа Ларион, которому батюшка уехал, сразу подержал? Конечно, нет. Ну, его назвал по имени, отчеству. Ну, неужели же вы так думаете, что дали десятину и теперь можете? Нам некоторые хотели даже помогать и, может быть, думали свободный доступ. Мы отказались от этой помощи. Если это была помощь, с соглашенными будешь стоять, как все. Евангелист Лука 11, 42 говорит. Христос ту же самую мысль говорит. «Сие надлежало вам делать, и того не оставлять». Не сказал, что десятина нужна. Евреям 7, 1. Они имеют заповедь брать десятину с народа Божия. Обязаны брать. Евреям 7, 9. И сам Левий в лесе, как бы Авраама, дал десятину Мельхиседеку. И послание, значит, Коринфянам 9, он говорит, не заграждай, 9, 9, не заграждай рта у вала молотящего. А это взятое из Ветхого Завета. Павел переносит в Новый Завет. И далее говорит, а в Аллах ли печется Бог? А о чем речь? Итак, если мы в вас посеяли духовно, великое слепожем телесное. Так, конечно, это для нас говорится. И мы должны пахать и молотить с надеждой. Мы! Хотя десятина была сказана в Ветхом Завете. Павел переносит полностью ее на Новый Завет. И 1 Тимофеев 5, 18. Не заграждай рта у вала молотящего. А о чем он говорит здесь? 11 стихом. И оказывайте сугубую честь, и особенно тем из пресвитеров, которые трудятся в слове и в учении, чтобы они молотили с надеждою. Что значит молотили? Главный вопрос. Молотят или не молотят? А прямо речь идет языком молотить. Еврейский народ все понимал буквально. Написано. До одной буковки все сохранили. Они ничего не придумали. Быки какие. Как стоять даже. Соломон все сделал. Об этих быках преподают в школах. И как священник должен подниматься. Какая одежда. Какой ногой первой на ступеньку наступить, чтобы ногота его не открылась. Как наклонять. Сколько ладонью пощерпнуть. Все вымерено было. А совершенно не понимали, о чем речь идет. А в Аллах лепещется Господь. А что за море? Это речь шла о двенадцати апостолах Христа, которые понесут человеческое море. И люди придут ко крещению. Смысл-то вот в чем. Если тогда не сказано было, не заграждая рта у Аллах молотящего, выход один был. А у немолотящего, ясно, что рот должен быть загражден. Если по слову Божию сегодня все так поставить прямо, то священники должны быть содержимы в достатке только те, которые проповедуют. Если они не молотят, если они не трудятся, вот это место им и поставят. Смотри, отец, ты молотишь. Покажи, чем ты молотишь. Как ты молотишь? Написано, сеем. Молодьба, запятая, великое ли дело, если мы посеем духовно, пожем телесно. Где сеяние? А вышел сеятель, сеять? Сеять слово. Как можно это было не видеть? Я все время это повторяю. Священники живут ведь не бедно. И живут за счет неверующих. Главное это приход от неверующих. Те, которые ходят, уже привычные люди. Придут бабка одну, другую. Главное это жертвовать неверующие. Чем больше грешит человек, особенно разных предпринимателей, они очень много жертвуют, приходят. Они прямо на храм, пачка идей, покупают свечи. Приходят много людей креститься за счет неверующих. Если бы он молотил священник, он отмолотил бы эту Микину, ее бы не было. И значит этого достатка не было. А когда сегодня говоришь о Десятине, я поразился, что у отца Павла в камне священники восстали против Десятины. Я с первого дня даже не понял, как? Ему дают деньги, и он не берет. Он-то берет, настоятель, он уже смекнул в чем дело. Что дальше, если он берет, тогда сказать, отец, ставьте тебе авансом за то, чтобы молотить. А чтобы неверующие здесь не суетились, их не должно быть. Он понимает, это может быть малая частица, процент от того, что он сегодня получает. Об этой Десятине мне позавчера звонят с Греции. Она принесла, наша прихожанка, священник, а он до того удивился, вы же бедно живете. Так это не имеет значения, значит я бедная воровка тогда. Она дала, а в другое место перешли, видимо, там какие-то разговоры начались. И она уже задает вопрос, а в новом завете где про это написано? Вот я нахожу. Апостол Павел говорит, не заграждай рта, вола молотящим. Если священник не волк, значит осел какой-то, разговаривает с ним тогда нечего, не за что его кормить. Тогда он не имеет права и торговать здесь, навоз этот привозить сюда. А если это настоящий пастырь, он скажет, отныне торговли не должно быть, поэтому поток прекращается. Отныне надо работать, чтобы были новые души, а это надо молотить, будет день и ночь. Итак, апостол Павел предупреждает нас, чтобы мы откладывали из того, что имеем на первый день недели. Первый день недели – это воскресенье. Сколько откладывать? Десятина. Десятина – это минимум, ниже которого нельзя опускаться. Повторяю, что если мы откладываем, это не означает, что какое-то на нас давится принуждение. Это заповедь. Если мы считаем Евангелие, то мы не можем это никак выбросить. Да и практически сейчас отстранить десятину, а как тогда жить? Значит, священнику вообще не надо, что тогда жить? По неволе торговля уже вползает, нужно думать, чем перепродавать, спекуляцией заниматься. Но и мы, которые приносим десятину свою, должны помнить, что мы тоже должны зарабатывать и молотить. Где бы мы ни работали, на каждой работе мы тоже валы молотящие. Если мы пристанем Господу, Господь нас спросит по другой шкале, конечно. Кто меня не исповедовал перед людьми, того и я не исповедую. А исповедовать как? Языком, жизнью своей. Итак, войдем мы в число тех, которые будут в раю, зависит от того, как мы будем уделять из того, что нам заповедано. Аминь.